98-й детский сад в Эжве. Место, куда хотят определить своих детей с какими-либо проблемами со здоровьем все родители района без исключения. Слова о дошкольном учреждении гремит. Нарушение опорно-двигательного аппарата, речи или зрения. И даже задержка психического развития. По любому из направлений здесь есть методики коррекции. Медики прямо в дошкольном учреждении осматривают детей, назначают лечение и тут же его проводят. Будь то массаж или физиопроцедуры. Еще недавно так было по всем четырем направлениям работы. Но в четко отлаженной системе произошел сбой. Кабинет охраны зрения простаивает. После объединения Эжвинской детской поликлиники и Эжвинской взрослой поликлиники 18 апреля 2019 года при получении новой лицензии на медицинскую деятельность, такие виды работ, как офтальмология, были исключены из лицензии. При этом нас не предупредили о том, что данный вид деятельности не будет лицензирован. Ранее нам не предъявлялись претензии о том, что кабинет не соответствует стандартам как со стороны Эжвинской поликлиники, так и со стороны организации, обслуживающей медицинское оборудование данного кабинета. Руководство детского сада обратилось за разъяснением в Эжвинскую поликлинику. Ее руководство от комментариев нашему каналу воздержалось, зато ответил Минздрав. Оказывается, запрос о необходимости оказания медпомощи по профилю офтальмология в детском саду поступил в их подведомственное учреждение 6 мая 2019 года. А уже 13-го в соответствии с приказом комиссии Эжвинской городской поликлиники была проведена инвентаризация и проверка условий. Ее результаты поразили руководство дошкольного учреждения. В ходе данной проверки было установлено несоответствие условий, в том числе в части оснащения кабинета охраны зрения. С актом данной проверки руководство дошкольного образовательного учреждения было ознакомлено, доведен до сведения управления дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа Сыктывкар. Но что интересно, обслуживание кабинета велось работниками Эжвинской детской поликлиники с 2013 года. Два раза в неделю приём вёл офтальмолог. Четыре раза – медицинская сестра, которая и проводила по рекомендации врача лечение детей на аппаратах. При этом за все эти годы ни разу претензий к оборудованию высказано не было – ни медиками, ни контролирующими организациями. И при заключении дополнительного соглашения на 2019 год подобных вопросов не возникало. Об этом сообщает уже мэрия Сыктывкара. Указание Эжвинская городская поликлиника правоприемника Эжвинская детская городская поликлиника о том, что оборудование устарело или повреждено, не может быть принято во внимание, так как при заключении дополнительного соглашения 2019 года и подписании акта приёмки передачи имущества никаких возражений или письменных обращений от поликлиники по данному поводу не имеется. Названное имущество не возвращено от поликлиники детскому саду. Оборудование работоспособное и может быть использовано для оказания профилактической помощи воспитанникам. При этом, как отмечает столичная мэрия, там осознают собственную ответственность за обеспечение охраны здоровья воспитанников подведомственных дошкольных учреждений. Например, только в 2018 году 98 детскому саду на обустройство было выделено 8 миллионов рублей, ещё 1,350 млн на создание доступной среды. В 2018 году детскому саду были выделены финансовые средства на ремонтные работы. И мы в этот период смогли оформить или оборудовать 6 кабинетов для учителей-дефектологов и учителей-логопедов. Вот оборудовать именно в группах – это очень удобно. Раньше дети ходили по детскому саду в другие помещения, а здесь всё на месте, всё очень-очень удобно. А ещё были закуплены специальные приборы для детей с нарушением зрения. Ориентир, графика, светлячок, сигма. Все они помогают ориентировке в пространстве, зрительному восприятию и развитию мелкомоторики. Словом, учреждение делает всё для того, чтобы идти в ногу со временем. А потому претензии к оборудованию в кабинете охраны здоровья стали для руководства неприятным сюрпризом. Эти аппараты и правда ещё 80-х годов выпуска, но служили все годы исправно. Теперь, чтобы обновить раз во всё имеющееся оборудование, учреждению требуется 4 миллиона 600 тысяч рублей. Эти деньги должен изыскать город. В мэрии вопрос на контроле. Там обещают, нужная сумма будет выделена учреждению, но постепенно и частично – до конца 2022 года. Малышам и их родителям на это время предлагают запастись терпением. Кабинет охраны зрения, он единственный в Эжинском районе. Такого кабинета нет на базе поликлиники. Там только проходит приём врача, приём и осмотр. А все процедуры всегда выполнялись на базе нашего детского сада. Поэтому и дети, конечно, родителям… Такой кабинет есть в детской республиканской больнице. И нашим родителям всё-таки сложно, наверное, ежедневно возить на лечение детей в республиканскую больницу. К ситуации в конкретном садике уже присмотрелся и Росздравнадзор. В адрес Эжинской городской поликлиники надзорное ведомство вынесло предписание об устранении нарушений. Учреждение даже было штрафовано на 75 тысяч рублей. До оснащения медицинского блока взято территориальным органом на особый контроль. Любовь Лапина, Алексей Порошуков, телеканал Юрган, Эжинский район.